Профилактика туберкулеза. Уже не первый год Запорожская область входит в список тех регионов Украины, где зафиксированы одни из самых высоких показателей заболеваемости туберкулеза. Так, в прошлом году было зарегистрировано больше тысячи новых случаев болезни, что составляет 59 человек на 100 тысяч населения. Медики обсудили актуальные вопросы по дезинфекции общественных мест. Особую опасность представляют мультирезистентные формы туберкулеза. которые устойчивы к стандартному набору лекарственных средств, говорят медики. И добавляют, в прошлом году десятки больных туберкулезом были поражены именно такой формой заболевания. Учитывая тенденцию, врачи призывают проводить профилактику в местах массового пребывания людей, в частности в общественном транспорте. Ни одной единицы общественного автотранспорта, обработанного в прошлом году, не было. В то же время актуальность данного вопроса очевидна. У нас с 1095 года объявлена эпидемия туберкулеза. И Запорожская область насходит в состав административных территорий страны, где регистрируются одни из самых наиболее высоких показателей заболеваемости. Нашими специалистами были подготовлены методические рекомендации по проведению дезинфекции автотранспорта. Потому что именно дезинфекционные мероприятия мы считаем лидирующими. Впрочем, во время обсуждения отметили, в целом по области показатель заболеваемости уменьшился на 28%. А смертность от этого недуга снизилась на треть. Однако эпидемическая ситуация по-прежнему остается сложной. Поэтому, по мнению специалистов, усиленные профилактические мероприятия крайне необходимы. А также своевременное флюорографическое обследование. Мы тесно очень сотрудничаем с департаментом исполнения наказания. Есть совместный приказ. У нас есть совместная центральная врачебная консультативная комиссия, что все заболевшие в департаменте исполнения наказания туберкулезом проходят через эту комиссию. И мы оказываем большую организационно-методическую помощь данным учреждениям. Во время обсуждений участники круглого стола настаивают на необходимости проведения профилактики, а также регулярного информирования населения, правильно использовать антибиотики, чтобы не развивалась устойчивость к препаратам и применять жесткий инфекционный контроль, чтобы предотвратить распространение болезни.